Итак, мы с вами изучаем тему вызовы жизни. Человек не может сразу принять решение. Когда человек спать не может, он спит, мучается. Что же делать? Что же делать? Он перескакивает через события, понимаете? Не сможете вы сразу принять. Вы, если будете продолжать дальше в том же настроении находиться, вы сгорите просто и войдете в стресс длительный. Он может несколько лет потом длиться. Будет потом депрессия, потом хронические заболевания. Все очень нехорошо. Для того, чтобы не улетать в это состояние, человек должен понять, что избавиться от него можно только согласившись со всем, что происходит. Вот бросают меня, значит так надо. Выгоняют с работы, значит так надо. Это согласие не означает не сопротивляться. Согласие — это внутреннее состояние. Согласие дает человеку спокость, потому что бунт-бунт означает не согласие. Человек сопротивляет, ступает ногами. Вы понимаете, если бы вы не согласились месяц назад, вы бы, может быть, уже из жизни ушли. Женщина в очках, мы с вами продолжаем беседу. У вас это согласие произошло месяц назад. И вы начали искать выход, слушать, реакции начали. Понимаете? Вот. И это ваше спасение. Если бы вы не пришли к этому знаменателю, то, может быть, вы уже здесь бы и не сидели, и были бы не приниматься. Потому что иногда близкий человек уходит, а следующий за ним идет его близкий, потому что он не согласен, не принимает суд. Итак, первое правило — найти в себе силы принять все, что происходит, согласись. А потом дальше нужно славить Господа. Нужно благодарить Его за свою жизнь, за все, что Бог дал, вспоминать все хорошее, что было, и благодарить. Не думайте о плохом, не о чем, только о хорошем. И в это время начинается победа над судьбой. Милость начинает влиять на судьбу и распорять ее, убирать. Первая стадия — спокойствие в сердце. Вторая стадия — прощение. Вот эта вот способность прощать, принимать, терпеть. Это все вторая стадия. И там же знание наступает. Знание, что делать, как жить, куда валить или не валить. Все, что нужно сделать в жизни, на второй стадии, на первой не возникнет. И принятия решений сразу не будет. Не ждите решения сразу никакого. Не ходите по психологам. Когда на первой стадии человек идет по астрологам, психологам всяким, он себе портит жизнь. Потому что на первой стадии не милость действует, а действует судьба. И куда она вас приведет? Она вас приведет не к психологу, а к психу. Она вас приведет к человеку, который вам скажет, ну да, у тебя вот два брака, а первый брак разрушается. Ну у тебя два брака. Что это значит? Или он тебе скажет, ну у тебя короткая продолжительность жизни. На осеннее пальто можно уже не покупать. Вот если вы пришли к какому-то специалисту, в кавычках, и ушли от него потерянными, вот чувствуете, вы ушли от человека, пришли к консультации, а ушли, и у вас руки опущены, вам плохо. Это называется осквернение состояния. Это не милость в вашу жизнь зашла. Милость, когда заходит, вот здесь вот все спокойно стало. Это значит, вы пришли куда надо. И на первой стадии обычно этого не бывает. Вы еще не готовы к милости, понимаете? Вы метаетесь, бегаете, что-то хотите там узнать, услышать. А куда вы будете попадать? Бабкам-гадалкам всяким, людям, которые вас будут пугать. Почему? Потому что вы судьбу еще не победили, чтобы знания получить. Вы раньше времени бежите. Нужно сначала разобраться с собой, в своем сердце, принять свой крест. Понимаете? Встать на этот путь надо сначала. А потом, когда от тебя спокойствие в сердце появится, вот тогда можешь искать себе помощь. Может тогда советоваться, потому что сердце, когда неспокойное, знание в него не сойдет. Человек, когда находится в отчаянии, никто ему ничего, сколько бы ни советов, ты ничего не услышишь. Потому что разум включается только, когда в сердце спокойствие. Вы если хотите, чтобы ваши дети были разумными, никогда не давайте ребенку, не рассказывайте, когда он обижен, грубо не пытаясь ему донести информацию. Вот двойку ребенок получил, сначала успокойтесь, отдышитесь, потом вы с ним поговорите. Если вы спокойны, он будет понимать глубоко. А если нет, разум не включится. В беспокойном сердце разум не включается. Только в спокойном включается. С девочкой надо очень ласково разговаривать, нежно. Если на женщину нажимать, она ничего не поймет. Только ласково, по-доброму, тогда она понимает. Она может капризничать, девочка сама, может вам, наоборот, не ласково себя вести, а очень плохо. А вы должны ласково, если хотите, чтобы она поняла. И тогда она начнет понимать, потому что для девочки важно спокойно, очень ласково. Мальчику надо по-доброму, с поступком. Вот, допустим, вы ведете его в угол по-доброму. Если вы ему ласково говорите, там так нельзя делать, у него лапшу сушает, только стряхивает. Он послушает и будет делать, как делал, вообще ничего не поменять. А если вы в угол ведете, он говорит, мама, мы куда идем? В угол. Зачем? Ты нашел по-доброму. Он говорит, мама, я больше так не буду. Не надо слушать его. Это манипуляция. Ставьте его в угол. Мальчику нужен поступок. Вот когда он видит силу на себе, когда у него включается разум. А пока он видит, что можно как-то сгладить ситуацию, он будет пытаться это делать. Манипулировать. Понятно? То есть девочка сразу понимает истерить. Ей трудно успокоиться, девочке. Она будет истерить. Но если ее успокоить, она сразу все поймет. А мальчик поймет только, когда поступок совершаешь. Но любой человек должен понять, что в своем сердце, если вы хотите к знанию прийти и к принятию решения, то надо дойти до стадии спокойствия в сердце. Никаких консультаций, советов. Идите к доброму другу. Хотите, чтобы вам легче стало? Знаете, кто такие добрые друзья? Это не те, с которыми вы ездите купаться, отдыхать по выходным. Добрые друзья – это когда вы много хорошего людям сделали, и Бог вам, как награду, как награду дает человека, который всегда готов вам помочь в жизни. Он появляется, когда нужна помощь. Друг в беде не просит, лишнего не спросит. Это значит Богом данный человек. И вот когда человек Богом дается, то через этого человека Бог действует, если вы искренне к этому человеку обращаете за помощью. Вы спрашиваете, мне плохо? Он говорит, да я в этом не разбираюсь. Я не специалист. Вы говорите, побудь со мной. И у вас сердце начинает, что с вашим сердцем рядом с этим человеком? Успокаивает. Что это значит? Что вы на первую стадию победы над судьбой выходите рядом с этим человеком. То есть Бог вам уже через этого человека начинает поблагать и лечить вашу судьбу. Представляет, что такое верный друг? Это очень важно иметь таких друзей, потому что в этом случае даже на первой стадии помощь придет. А если сердце успокоится с верным другом, дальше знание приходит уже. Что делать? Понятно? Не то, что вам кто-то что-то рассказывает и знание приходит. Знание приходит, когда успокаивается сердце ваше. Оно успокаивается с помощью Бога, Божественной энергии. Если бы легко было принять решение, так вы и не пришли бы на лекцию. Вы бы сами его приняли, да и все. А если бы не легко принять решение, значит кто-то мешает. Кто мешает принять решение? Судьба меня мешает. Это сила, которая заходит в сердце и здесь вызывает хаос. Вроде бы внешне может быть ничего так несложно, а внутри прям человек не может, ему плохо. Хаос идет внутри. И так действует судьба. Она действует через память, через наши мысли. И если глубже в эту тему залазить и разобраться, что с ней, с этой судьбой делать, то надо разобраться глубоко в себе чуть-чуть, копаться. И разобраться, что есть психическое действие судьбы, есть социальное действие судьбы, а есть духовное действие судьбы. Психическое действие судьбы, оно влияет всего тремя способами. Первый способ. У человека забирается энергия воды. У нас три энергии движутся внутри всего. Энергия воды или спокойствие. Энергия воды – это не вода, а ее энергия. Понятно? Какая энергия воды? Покойная, мягенькая такая. Вот как ее почувствовать? В воду заходишь, сидишь, допустим, в проруби. Лучше всего энергия воды чувствуется в холодной воде. Ну, понятно, вы не чувствовали, вы не были в проруби, вы не знаете, что такое энергия воды. Энергия воды, вот мы с Володей сидели в проруби в Самаре. Мы побегали сначала на ледяном воздухе. Я обморозил священники, а он нет. Почему не обморозил Володя? А я в капюшоне был. А-а-а, ты мудрее меня. А я думал, я такой крутой, я без капюшона. Ну, я просто, видите, меня судьба обманула. Я думал, что минус 20, а минус 20 кожу не обжигает. А на самом деле было минус 26, я просто не знал об этом. Судьба меня немножко обманула, и потом меня обморозило щечки во время бега. Но когда мы с Володей залезли в прорубь, то в это время энергия воды сначала вызвала... Человек начинает трясти его. Если он боится энергии воды, он думает, сейчас я умру. Значит, он не верит, он не знает, как она милостивая. Энергия воды самая милостивая. Никогда ничего плохого не сделала. Надо просто знать, сколько находится там. Все психические слои у человека очищаются за 4,5 минуты в ледяной воде. И я 4,5 минуты отсидел, устал и пошел. Все, кто со мной, тоже так же сделали. И потом через час где-то такое... Спокойствие внутри такое... Если ты, допустим, на кого-то обижен, вспомни прорубь этого человека. Жар в твоем сердце. Обида — это жар в сердце. Он сразу сгорит. То есть раз, и обида пройдет сразу. Мгновенно прорубь. И все, и нет обида. Ну, я вас не стимулирую в проруби. Вы можете просто 28 градусов залезть в воду и сидеть там 70 минут. Потому что все психическое тело в 28 градусах отличается за 70 минут. А в проруби за 4,5. Экономия времени. Но это не совсем так, потому что потом надо согреваться. То есть после проруби нужно в парную идти, потому что... Иначе будет переохлаждение. Оно не наступает сразу. Через час этот человек чувствует холод в теле. Начинает... А сначала ничего, ты жар просто такой, легкость чувствуешь. И до этого времени надо просто потом в парную порежать, напитаться жаром. И у тебя энергия воды останется внутри. И холод пройдет. И будет хорошо такое... Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот. У меня так получилось, что я вот в Чебоксарах сначала был. Меня рядом с прорубью поселили. Но грех не воспользоваться. Три дня каждый день мы слушателями ходили в прорубь. Там человек по 20 ходил, наверное, со мной слушать лекции. Потом в Нижний Новгород я приехал, там с купелью баня была. Потом в Самаре тоже с купелью баня. И еще в Самаре пробегали еще раз в прорубь. Это у меня 6 раз за 12 дней, кажется, прорубь. Отличное такое ощущение. Итак, судьба, когда действует, она, когда действует на психическое тело, влияет, она уменьшает одну из трех энергий. Или две из трех, или три из трех. Три из трех – это можно сушить весло сразу. Но обычное, очень редко, когда сильно она сразу на все три энергии влияет. Скорее всего, на одну. 90% на одну. Как это выглядит? Если судьба действует на энергию воды, очень часто, чаще всего уменьшает энергию воды, человек входит в состояние отчаяния. Возникает сильная обида, гнев, чувство несправедливости. Вот это состояние. Это значит, уменьшается у тебя, кипит все внутри. Прям ты чувствуешь, кипит все внутри. Это значит, у тебя уменьшается энергия воды. Выкипает вода у тебя. И ты начинаешь... У человека повышается ранимость, чувствительность, непереносимость людей, событий, поступков. Что-то вспоминает, а вот трясется. Не могу вспомнить. Это энергия воды уменьшается. Что делать? Лезть в воду. Но в прорубь это, когда человек тренированный и обладает знанием еще, как там правильно все делать. Даже не тренированный. Ну и, конечно, исключение, если у человека, допустим, там шунт в сердце стоит или хирургическая патология какая-то там у него внутри. Ну, то есть человек бывает нездоровый просто, реально там тяжелый полиартрит, там не может ходить. Тогда, конечно, какая прорубь. Но это не значит, что вода ему не подходит вообще. Вот врачи говорят, воду нельзя, солнце нельзя, воздух нельзя. А что можно? Только землю. Землю. Прямо под Саратовом надо искать всю эту землю свою. Кусочек небольшой. И камень тоже. Камень. То есть, совет простой. Чувствуйте отчаяние, обиду сильную в сердце, гнев. Топать ногами хочется. Идите в воду. Не просто облиться, моя хорошая. У человека есть пять слоев психического тела. И в зависимости от температуры воды чистка. То есть, ты стоишь в воде, они чистятся. Вот у вас, допустим, сейчас блок находится на начале третьего психического слоя. Это значит, что если плохая судьба придет, у вас мысли взорвутся. Третий психический слой – это мысли у вас. А-а-а, думать плохо. Начнете чувствительные мысли очень. И это значит, что если в 28 градусов – это самое теплое из всех холодных. 29 – уже не холодная вода, теплая. А 28 – это еще чистка идет хорошо. То есть, вода хорошо заходит, а когда она холодная, когда теплая, она плохо заходит. Потому что это уже не энергия воды. Если пруд накалить, то это уже не пруд, а это огонь уже. Человек думает, что железный пруд берет, а у него ожог. Потому что это не пруд, а это огонь. Потому что пруд подержали где? В печке. И он стал красным, это уже огонь, это не пруд. Так и вода. Если она нагревается, это уже не вода, это огонь. А если ты хочешь с водой иметь дело, она должна быть холодная. Понятно? 28 градусов, 14 минут очищается один слой психический. А у тебя на третьем блок, значит, еще 14, второй, а потом только третий начинает очищаться. И только вот на третьем тебе поможет. А лучше вообще 70 минут просидеть, ты же не знаешь, где там у тебя блок. И все 5 слоев прочистить. А если ты хочешь быстрее, тогда 22 градуса в каком-то температуре, это уже холодная вода. Мне уже будет холодно. 40 минут. 22 градуса, 40 минут. Все 5 слоев. Можно плавать. Можно вниз головой с трубочкой там сидеть. Можно как хочешь, только просто в воде. Можно плавать, можно там плескаться, но не вылазить из воды. Можно стоять. Вот так, да. Тело должно быть погружено в воду. Потом, когда ты воду всосал в себя, она должна усвоиться еще внутри. Вот ты пищу переживал, надо ее проглотить теперь. Чтобы усвоилась вода, нужно статические упражнения делать, неподвижное положение тела. Вот стоишь возле стеночки, 13 минут, один слой усвоилась вода. 26 минут, два слоя. 39, три слоя. 52, четыре слоя. 65 минут, все 5 слоев усвоилась вода. Все. Тебе станет легче, спокойнее станет. Ты посидел в воде, статические упражнения тела, тебе станет спокойнее теперь в жизни. Тебя что судьба с тобой делает? Она у тебя убирает спокойствие. Что надо сделать? Запихать спокойствие назад. Понятно? А как часто? Или непонятно? Вот год и два месяца назад у вас судьба забирала резко спокойствие. Вы чувствовали себя очень плохо, был стресс. И надо было в воде сидеть. А если человек этого не делает, у него формируется блок. Вот там, где нехватка воды, она становится хронической, и там блок. На втором психическом слое сформировался блок нехватки воды, энергии. А второй психический слой — это эмоции. То есть эмоции стали как бы раздражительные. Чувствительность возросла. И это влияет на слизистые оболочки в организме. И сразу опасность простуды увеличилась. То есть опасность воспалительных процессов на слизистых, на коже, непереносимость чего-то возросла. Потому что сформировалась вот эта вот нехватка воды, энергии воды в организме. В результате влияния судьбы. И теперь этот блок можно очищать, только находясь в воде, с петалом в себя воду. А потом неподвижное положение тела хотя бы 26 минут. Потому что первый слой 13 минут стоишь возле стеночки. А второй слой после 13 минут начнет тяжело становиться. Жар пошел в теле. Это нехватка энергии воды, значит, вышло наружу. Ты чувствуешь, отекает все плохо, тяжело стоять. Значит, ты блок пробиваешь, заводишь энергию воды в зону, где ее не хватает. Понятно? Два раза в неделю где-то, это максимум. Раз в неделю, это стандарт. Два раза в неделю, это когда совсем много не хватает. И тогда надо четыре раза в неделю обязательно статические упражнения делать. А в бассейне не подходит? Подходит. Даже с плоткой. Даже не после воды. А? Статические упражнения не придет. После, да. Ну, не обязательно в этот день, можно на следующий. Но важно понять такую вещь, что если ты статические упражнения делаешь, то вода эта начинает гулять по организму и вызывает просто воспалительные процессы. Всякие. Потому что нехватка энергии воды, это воспалительные процессы. Или когда она, ее слишком много, но она не идет куда надо, она перевозбуждает организм. Человек нарушается сон. Ну, догадываю. Становится. Перекупался. Я говорю, перекупался. Вот. Надо теперь всосать энергии воды. Статику в воде же не сделаешь. Статика это на суше уже, когда ты сопротивляешься притяжению земли. Притяжение земли идет, а ты как бы не расслабляешься и так лежишь. Говорят, Олег Геннадьевич, а можно лежа статику делать? Статика это аскеза. Лежа, ты же не аскезу не делаешь. Лотос, да. Каждое положение тела по-своему влияет. Когда человек стоит, это самое основное положение тела, потому что оно крест свой. Вот как дерево стоит, оно терпит. Вот ты терпение вырабатываешь, когда стоишь. Ты как с крест свой берешь, когда стоишь. Поэтому стояние это очень хорошая практика. Вот, допустим, в христианских храмах на службах стоят. Говорят, не двигайся, стой. Свой крест принимай. Не двигайся. Я не могу не двигать. Это значит, энергия воды у него, блоки, значит, суету дают. Человек, я не могу. Стой. Он такой, пошел качивать энергию в воду. Все воды в силу. Вот. То есть обычно, когда судьба действует, она может действовать на психическое тело, на наши социальные связи, ниточки, и на наше духовное понимание вещей. Духовное понимание вещей означает вера человека. Самое сильное влияние судьбы, это когда его вера разрушается. Он говорит, я не хочу жить, у меня все пропало. Все. Это значит, вера разрушается у человека. Когда вера разрушена, у человека очень такое плохое состояние. Он ничего не хочет видеть. Он может даже с прошлой жизни, может получить это состояние. Вера, когда разрушена, у человека самые глубокие психические нарушения. Пятый психический слой отвечает за веру человека и за ощущение счастья, за веру, за чувство, что все получится. Вот пятый психический слой. Дети, когда рождаются, с аутизмом, ДЦП, это пятый психический слой поражен. С самого детства. Значит, они в таком состоянии ушли из жизни. И как этого ребенка вылечить? Только очищая этот пятый психический слой. Это вода, водой. Это у нас есть специальные методики, как даже детям помогать с аутизмом. Пришло время рекламной паузы. Вот у нас есть такие рекламки. Видите? Методическое пособие по эффективному оздоровлению организма. Стоит очень дорого. Дороже, чем ваша квартира. Шутка. Почему дорого? Потому что знания очень ценные. А на самом деле, вот вы просто подшлить в ходу, вот так вот, мобилку наводите, и у вас появляется выход на эту методичку. А вообще ее можно найти на сайте тростнов.ру, в разделе материалы. Там написано методическое руководство по ЗОЖ. Понятно? Вот вы наводите вот сюда, и потом дальше вам предлагают пожертвовать один рубль или сколько там, два рубля, сколько хотите. Можете 50 копеек пожертвовать. И вам придет методичка. Почему мы сделали за пожертвование? Чтоб вы ценили. Оценить, значит, что-то читать. Я, блин, рубль заплатил. Чуть написано. Так в синьком устроенном человеке. Вот. И почитайте, пожалуйста. Там написано очень много ценной информации, как побеждать судьбу, если она на ваше психическое тело есть. Вот все это об этом. Следующее влияние – это когда судьба забирает энергию прана или жизненной силы. Или энергию воздуха в организме. Воздух, свежий воздух – это прана. Как это выглядит, когда судьба действует на энергию прана? Женщина в очках. Вам говорю, как это выглядит. У человека появляется чувство, что ему тяжело себя заставлять вставать с постели, концентрироваться. Трудно что-то делать. Сил нет. Раньше была энергия, а теперь нет. Может, я старею там или что-то такое со мной происходит. А эта судьба просто берет и забирает энергию прана. У человека волевой фактор страдает. Он не может себя заставить. У него тяжело работать на работе. Он устает там. Он чувствует, что нет сил. У него пропадает возможность вера, что у него все получится. Победа вера пропадает. Это прана. Просто судьба берет и уменьшает энергию прана. И что надо делать? Надо ее. Надо ее. Молиться всегда надо. А когда энергия прана уменьшается, надо длительное движение. На свежем воздухе надо. Ходить можно. Можно ползать. Можно лежать и руками вот так дергать, если не можешь ползать. Когда ребенок рождается, он что делает? Руками, ногами сначала. Потом ползает. Потом ходит. Потом бегает. Вот человек, если не может бегать, значит, он должен ходить. Если не может ходить, значит, он должен ползать. Если он не может ползать, значит, руками, ногами должен так расстоять. Если не может руками, ногами, значит, тогда надо готовиться к земле. Понятно? Нет праны, нет жизни. Прана – это все, что движется у нас внутри. Кровь движется, нервная система движется. Клетки там все всасываются. Это все прана. И когда плохая судьба действует, она что делает? Ее уменьшает. У кого-то всасываемость нарушается, и он худеет. У кого-то сон нарушается. У кого-то волевая сила, он не может работать, концентрироваться. У кого-то раз, он пошел в одну сторону, раз, и забыл, куда он пошел. И здесь важно умный вид сделать. Не так поймут. А надо длительную ходьбу практиковать. Если бы он знал, что надо 4 часа ходить раз в 6 дней, потому что меньше это перегрузка будет, то прана восстанавливается. Даже Альцгеймеры означают, что очень глубокие слои поражаются. Нехватка прана очень глубоко в психике. И это решается в 4 часа ходьбы раз в 6 дней. И до 5-го психического слоя доходит в восполнение праны. И через 8-9 месяцев, даже если у тебя сильный возраст, у тебя блок пройдет, и все, до свидания, Альцгеймер. Все, восстанавливается, человек начинает, все нормально. Ну, если минус 26, понятно, что на улице уже сложно ходить. Это уже минус 26, это очень жесткая, сильная прана. Не каждый организм ее выдерживает. Это нагрузка прана и очень сильная. Поэтому можно в спортзале, допустим, пройти на беговой дорожке, потом выйти на улицу, и ты, когда идешь, у тебя возникает, как бы организм начинает, как конденсатор, скапливается возможность сосать прану. А потом ты вышел на улицу, и ты после тренировки, чувствуешь, как хорошо стало после тренировки. Чувствуете? Это прана начинает засасываться. Она засасывалась. А, классно. Лучше, конечно, на свежем воздухе ходить. Бегать на беговой дорожке, это все равно, что лизать банку с медом снаружи. Мед чувствуешь, но как бы не совсем. Или целоваться с фотографией жены. Вроде бы жена, но эффект слабый. Но все равно. Если человек в спортзале занимается, это значит, что экстремальные условия на улице. Бывает, у женщин на улице не могут ходить, там собаки им мешают. Можно, если балкон есть, поставить беговую дорожку, на балконе и бегать, ходить там спокойно. Никто не мешает. Ну, что мы говорим? А, Леонид Ильич, есть ли грыжи на позвоночнике бегать? Нет. Надо сначала в воде сидеть, потом статические упражнения делать. Надо сначала убрать нехватку энергии воды, потому что нехватка энергии воды означает воспаление в организме. Опасность воспалительных процессов. А грыжа – это значит недолеченный организм. Почему грыжи возникли? Организм там начал лечиться, а энергии не хватило, и он там застыл. Это как ремонт в квартире. Начал ремонт, а стройматериалов нет. И квартира, как эта, грыжа там в квартире, все, кавардак. Это не то, что уже как бы осеннее пальто не надо покупать, грыжи позвоночные. Грыжа – это недолеченный организм. И его надо знать, как долечить. Первое правило – надо опасаться слишком сильного воспаления. Поэтому всегда убираем сначала энергию воды, ну, нехватку энергии воды. Сначала в воде сидим, по методичке правильно это делаем. Потом можно стоять, допустим, статически. Если не больно стоять, грыжа не больно, то стоишь. Если больно, там есть другие статические упражнения, которые можно делать. Кстати, я бы проработал месяц, вода, статические упражнения. Почувствовал, что в позвоночнике нет острой боли. Острой боли нет, значит, воспаление спало. Дальше длительная ходьба. Не бегать, а ходить просто. И чистишь позвоночник. Если ходить, и как бы отдают боли острый позвоночник, значит, нельзя. Тебе это делать. Можно и липсоиде тогда двигаться. Липсоид, это когда две ножки закреплены, и ручками еще двигаешь. Уже легче. Нагрузка меньше на организме. Можно там двигаться. Длительное движение нужно. Статика плюс длительное движение постепенно пробиваются блоки. В блоке, когда пробились, когда дальше тебе надо уже помочь позвоночнику прийти в себя. И для этого существует упражнение. Ты ноги вытягиваешь вперед и нагибаешься вперед. Семь минут отчаянется один слой, а позвоночник это четыре слоя. Значит, надо 30 минут вот так вот сидеть в согнутом состоянии. Это потом уже, потом через 5-6 месяцев, когда уже ты немножко блоки прочистил. Вот такая практика восстановления от грыжи. Ну, ничего страшного. Организм может восстановиться и без органов. Вот у меня, допустим, зуба нет, а я чувствую, там коронка, я чувствую, что как будто мое. То есть энергия уже там начала функционировать в этой коронке. Физически это не мое тело. Психически мое. Понимаете? Ну, то есть организм может и с протезами жить нормально. Он приспосабливается к ним, привыкает. Но главное, правильно все делать. Понимаете? Процессы. И вот методичка нужна именно для этого. Поэтому она вам бесплатно дается, чтобы вы жили нормально. Если сложные ситуации там какие-то, конечно, нужны консультации. Есть мои помощники, они консультируют. За 6,5 тысяч рублей консультацию полностью. И введение еще у вас. Месяц еще человек будет вам помогать. На WhatsApp там советы давать, что как. Если вы сами боитесь, там болезнь уже какая-то. Если хотите прямо психическое тело протестировать, где блоки находятся, все, это только я могу сделать. Это уже побольше придется платить. Затестировали. Мои помощники вам расскажут, что с этими блоками делать, как с ними работать. Ну и так далее. Олег Иванович, а в ванне можно слить? Можно там. Все это по методичке нам делать. В ванне это опасно. Надо сначала вода на 5 слоев, потом в ванне, потом вода на 1 слой. Нет, в ванне можно лежать, да. А если непереносимый в ванне? Непереносимый, значит, токсинов много в теле. Давайте, мои хорошие, меня не заваливайте вопросом. Методичку читайте, там все есть. Есть у нас тема другая немножко, я просто вам рассказываю. Потому что это часто бывает. Плохая судьба пришла, и тебе долбил под психическому телу. И у тебя убирает энергию воды, и ты становишься раздражительным, капризным. Непереносимость к людям, к работе возникает. Гнев, обида. Это все нехватка энергии воды. Энергия воздуха уменьшается. Человек волевой фактор страдает. Не может вставать с постели, ложиться спать не может вовремя. Концентрации нет. Забывает все. Не может себя заставить. В отношениях холод возникает, нехватка энергии воздуха, как стена. Ты не можешь добраться до близкого человека. Между мной и тобой дистанция возникает, холод. Это все побеждается в длительном движении. Почему длительным? Потому что, если ты ходишь каждый день по часу, то только первый слой очищаешь. Если ты ходишь каждый день по два часа, то ты уже очищаешь почти три слоя. Ну, то есть, чем больше слоев ты чистишь, тем реже надо ходить. То есть, надо ходить реже и дольше, чем чаще и короче. Потому что чаще и короче ты только один слой очищаешь. И здесь вообще засада может быть. Вот человек, допустим, на тренировку ходит. Он тренируется 40 минут каждый день. Когда человек тренируется, он расходит энергию суставов, мышц, позвоночника. И если он это делает, допустим, полгода подряд, потом у него начинают суставы болеть. Почему? А потому что, чтобы суставы энергию получили, надо тренироваться час. А может быть, час-десять. Все зависит от интенсивности тренировки. Чтобы энергия зашла в третий слой психический. Потому что суставы связаны с третьим слоем. И мышцы. А позвоночник вообще с четвертым слоем связан. Поэтому надо тренироваться уже интенсивно, там, час сорок, допустим. Но два часа тренировки раз в неделю все пять слоев очищают. Поэтому лучше дольше и реже, чем чаще и понемножку. Потому что ты энергию мышц истощаешь, они не восполняются, начинаются потом спортивные, так сказать, болезни. Потому что неправильная тренировка. Один меняет человек, марафонец. Говорит, ну, Олег Иванович, ну я вот бегаю, несколько дней марафон. Чего я не здоровый? Почему? Я говорю, потому что вы статику не делаете, мы хорошие. У вас энергия воды зарасходовалась. Вы ее не пополняете. Он говорит, а что мне надо делать? Я говорю, воде сидеть, статические упражнения делать. Он начал это делать, говорит, блин, у меня результаты выросли, мне классно, я летаю, все. Почему? Потому что начал делать все как надо человеку. Понятно? И третий вариант, допустим, человек чувствует, первый вариант, энергия воды истощается. На психическое тело сюда влияет. Что это значит? Ты знаешь, что мне на букву Х. Хреново. Плохо. Надо сделать как? Что было как? На букву Х опять. Хорошо, что было. Поэтому нужно наполнять эту энергию, которая расходуется. Если чувствует депрессия, все разочарование, все разочарование в моем муже, он говно, вот, страну не люблю свою, там, город не люблю, вот, работу не люблю, все плохо, как, я в один, я в один, я в один, никто не водится со мной. Все мои подружки, пиявки и лягушки, а жизнь моя шестянка, а ну ее в болото, не летать, вот, что такое солнечное море. У меня вышек радость, я везде, ай, 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 ай. Бывает, что у человека солнечная энергия негативно действует, не хватает ему, и он становится таким печальным. Тоже мужчина вроде, он по-другому воспринимает. Пропала Мальвина, невеста моя, сбежала Мальвина в чужие края. Печальным становится. Это значит блок у него, солнечная энергия. Негативный тонус на звуку. Да, ого-го-го, это значит блоков нет. Есть собачки такие, знаете такие? И хвостом такие, ах, 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 ах. Значит, солнечная, або... Не хватает солнечной энергии. Пессимистичные собачки. Нехватка солнечной энергии приводит к токсинам в организме. Токсины превращаются в жир. Не упал. Токсины превращаются в жир. Дальше, следующая стадия нехватки солнечной энергии. Это доброкачественное опухоле, а потом злокачественное. А тросклероз – это тоже нехватка солнечной энергии. Нехватка солнечной энергии означает зарытый глубоко пессимизм в человеке. Разочарование в чем-то. Также токсины и нехватка солнечной энергии возникают в результате того, что мы злоупотребляем пищей. Пища должна соответствовать солнечной энергии. Если мы вечером наедаемся тяжелой пищей, которая переваривается с помощью солнечной энергии, тогда у человека копятся токсины в теле. С помощью солнечной энергии переваривается зерновая пища, лобовая, молочная, сладкая. Овощи, фрукты, зелень, орехи не нуждаются в солнечной энергии. Крупы не зерновые, гречка, киноа, марантовая, крупа, пшено, не нуждаются в солнечной энергии. Мясо, рыба нуждаются в тяжелой пище. Зерно тяжелая пища, бобы, молочка. Человек, если на ночь наедается этой пищи, солнца же уже нет, но сел, то эта пища превращается в токсины в организм. Потом дальше идет лишний вес. Потом доброкат. Что такое лишний вес? Это непереработанные токсины. Два вида непереработанных токсинов есть. Одни усвоенные, а другие неусвоенные. Когда токсины в организме скапливаются, организм принимает решение. Не может он сразу с ними справиться. А они могут превратиться в болезни. Токсины это то, что разрушает организм. И он раз, это лишний вес. Все. Человек на ночь наелся, и у него лишний вес потом возникает. Не потому, что организм запасается, типа на случай ядерной зимы. Нет, мои хорошие. Это потому, что он не может переварить эту пищу. Поэтому лишний вес – это преград. И врачи это знают. Понятно? Лишний вес, значит, не хватает солнечной энергии, чтобы переварить пищу. И для этого нужен пост. И вечером ограничивать питание. Солнечная энергия также в организме получается через контакт с солнцем прямой. И также баня, тоже энергия тепла, когда действует на человека, тоже токсины сгорают от этого. Но баню надо правильно с ней обращаться, потому что баня – это грязная солнечная энергия. Поэтому надо сначала в воде побыть на пять слоев, а потом после бани опять в воде. Если человек в баню пошел, сразу в парную, он себя в солнечную энергию ввел, потом в воду пошел, она у него еще глубже грязная солнечная энергия зашла в организм из-за воды. И ему потом после бани – плохо. А если он сначала в воде, потом в бане, а потом опять в воде, он как пирог такой, ну, в бане между водой. То есть сначала вода, потом парная, потом пять вода. И человеку плохо никогда не будет, потому что у него энергия жара, она очищается водой всегда. И тогда баня приносит пользу в этом случае. Понятно? И так психическая энергия страдает от того, что судьба так делает. Почему из окна видно обзарь, вдаль, в дом стоит, свет горит, а у меня печаль. И вроде жив, и здоров, и вроде бы жить, ну, кто жить, а у меня печаль. Почему? Не хватает энергии солнца. И печаль можно убрать с помощью паста. Ты постишься, солнечная энергия всасывается в тебя. Еще нехватка энергии солнца возникает от чего? Кроме вот того, что судьба плохая пришла. От чего не хватает энергии солнца? От того, что ты стареешь. Чем старше человек, тем больше ему надо насильственно закачивать в себя все три вида энергии. Поэтому в возрасте, если не хочешь длительную ходьбу делать, не хочешь в воде сидеть, не хочешь стоять, не хочешь поститься, значит, готовься к земле. Потому что с возрастом все хуже закачивается. Нужно со скезой жить уже, дружить. Видите, я не быстро старею, да? Я приближаю все такой же, да? А? А скоро соску буду сосать, да? Неоправдный процесс запустили. Мы стареем. Я старею, только, ну, может, медленнее, чем кто-то из вас. Потому что я все правильно делаю, и у меня организм нормально себя чувствует. Вот я бегаю 17 километров, с пульсом средним 135-140 ударов в минуту. Это невысокий пульс. 6 минут 30 секунд километр. 17 километров за час 50. Нормально? В проруби сидеть. На солнце, на пять слоев. В Израиле вот так на солнце нахожусь. Пять. Два часа пять минут без перелива. Никаких солнечных ударов, ничего, все нормально. Правильный образ жизни дает возможности не перегружаться стихиями. И сильный ветер не перегружает. В Нижнем Новгороде на снег лег. Минус 20 на улице. Полежал на снегу, всосал энергию правой. Очень жесткая такая, сильная. Ее можно всасывать, когда у тебя чистое психическое тело. Можно прямо на снегу полежать. Ничего не будет плохого. На пять слоев. Минус 20. Я не знаю, я не изучал это, но вот я по себе смотрю. Семь с половиной минут мне понадобилось, чтобы почистить все психическое тело. В снегу. Так-то же. Вам не скучно? Бывает, что судьба действует на отношения. Допустим, ты все чистки делаешь, аскезы совершаешь, все у тебя классно, все делаешь нормально. Сейчас все приклею, все минуты, что-то у меня отворилось. Классно или не качество? У меня от компьютера и вот этого цвета глаза перегружаются. И когда глаза перегружаются, они начинают повышаться в давлении. Я, чтобы этого не было, себе семена в уши ставлю, которые нейтрализуют это. Понятно? Я с семенами живу в ушах. Не с картошкой? Не с картошкой? А? Прашивают. Нет, они не простая точка. Просто энергия, их энергия не дает повышаться давление. Социальная энергия может истощаться. Ты все делаешь, чистишь слои, все классно. Потом раз, жена говорит, я тебя из любви не чувствую. Или начальник говорит, ты плохой человек, хотя ты ничего плохого не делал. Дедушку не бил, дедушку любил. Выжигал конопат и убил дедушку лопат. Какая-то фигня вообще происходит. Такое бывает. Судьба разрушает отношения. И просто аскезы уже вам не помогут. Потому что, когда судьба разрушает отношения, тогда нужно действовать иначе. Вот, например, вы торгуете, да? Продажи у вас идут. Раз, продажи не идут. Что делать? Судьба просто взяла и начала влиять на сознание людей. У вас покупать товар не хотят. Именно у вас. Вот у всех покупают, у вас нет. Что делать? А? Как помогать? Как? Вот здесь уже, да, делать добрые дела. Когда на социальную силу влияет судьба, здесь нужна помощь людям. Но везде все по-разному. Как помогать, чтобы деньги были. Ну, что такое деньги? Энергия, с помощью которой ты выполняешь свои желания. Какие самые главные желания у человека? Поесть, поспать, уют, чтобы... Так, девчонки, что-то у нас поднимаются. Я про деньги разговаривал. Знаете, что надо делать? Кормить людей. Потому что самое главное первое желание – это кушать. Есть голодные люди. И если вы их кормите, вот голодных людей, не такие, которые там наживаются на вас там. Сейчас много на этом желания благотворительности, много бизнеса идет. Но именно вот бывают бабушки, которые по утрам лазят в мусорки. Они что, наживаются на комнате, нет? Они это делают тайком. Бабушку такую видели, узнали, где живет. И на сети ей покушать. Ей много не надо. Молочка там, полбуханки хлеба в день. Молочка, бутылочку. Ей хватит. Она уже просто много ей не сможет съесть, потому что она голодает. Когда человек голодает, у него желудочек маленький становится. Понимаете? Ей много не надо. Хлебушка по луханке и бутылочку молока. Понимаете? Вот вы человеку жизни спасаете. У него желание кушать. Как вот маленький ребенок рождается, у него только одно желание – кушать. Понимаете? У него нет других желаний. Потому что это самое первое желание у человека в жизни. Понимаете? И самое последнее. Кушать не можешь, значит, готовься к земле. Поэтому вы у человека самое главное желание удовлетворили, а Бог вам удовлетворит ваше желание.